ну вот я разложила все по полочкам томатики вот кукурузы купила 20 рублей початочек надо смотреть обязательно чтобы он они были все желтенькие созревшие как рецепт я буду делать я покажу это кукуруза может стоять годами даже при комнатной температуре этот рецепт в общем хотела тоже горошка купить на миле вот у нас в этом году такое безобразие ничего нету так сейчас я поставлю облепиху я решила сделать сок это виноград я сложила вино ставить будем даже что у нас баклажанчики там свеколка все по полочкам сложила там у нас рис и перловка и суд для заготовок химних морковка все приготовила я люблю чтоб все был порядок когда начинаешь что делаешь у меня чтобы было в порядке так ну вот как то так и сейчас начну делать огурчики замочила что тут грибы для отваренные для этого для солянки сейчас я солью творог вот смотрите я прокипятила соды и она вроде как я вчера испортила ее отошла от кастрюльки и видите у мне пригорело поставила покипятила судой сейчас попробую ее надо еще покипятить снимается ночь как оставить еще покипячу со свежей соды видите как я испортила немножечко ну ладно друзья смотрим что у нас получится сегодня из наших заготовок это я уже венцу поставила застаток всяких перчатку на я одеваю перчатку резиновую и дырочку хотя у меня есть этот специальный набалдашник такой для приготовления вина вина но это я так по-быстрому вот ну все смотрим что будет дальше бачки у нас успокоились лежат не мешаются муж у меня занимается ремонтом блять паук извиняюсь за выражение но мласа что меняешь втулки стабилизатора это то что ты в прошлый раз сломалась у тебя что ли болтик ты потом чё эти чопики опер обратно уберешь на место чтобы они не гнили чё дрова то будем с собой перевозили потихонечку это вот наверху лежит втулка тогда а с другой стороны уже поменял да кремом от загора спинку намазать загорать что-то уже царапнуть плечо правое объявление у нас сорвали но это конкуренты скорее всего вчера потому что там напротив нас тоже продают дачу как раз они вчера были у нас еще для объявления идем то прогулялись конкуренции убирает ну ладно подадим так продадим ну все и у нас тут моя лапочка моя лапочка до дыхай дыхай мой солнышко иди иди я пришла просто тебе посмотреть отдыхай мой солнышко иди отдыхай кокусики надо убрать занимается своим делом собаки охраняют отдыхают до хорошо утечка здесь закончится у нас а то когда поедем они же беспокойные когда течка что здесь закончится течка и мы потом переедем ну вот друзья я почистила кастрюльку вот эту от мультиварки будем с ней в ней опять делать повидло повидло и еще хочу рассказать один сыр типа сыра я буду делать из очень интересный рецепт пока секрет рассказывать не буду очень вкусное лакомство сладкий сыр вот смотрите сегодня в тени сейчас два часа дня у нас 30 градусов тени представляете что на солнышке что может там не получается бултик какой-то открутить ну что разрушаем ну вот друзья чем мы делаем делаем мы будем вяленые помидоры делать что у меня вышло у меня вот этих вот отходов серединок вышла ой уронила вышло где-то 600 грамм здесь грамм 200 это попки я вырезала это на выброс а это у меня пойдет я буду делать пущу в томатный сок вот на перетирку дальше что у нас немножко это некачественные томаты вышли я их не знаю чё порежу когда-нибудь обжарю это у нас томат будем сок делать вот подряд надрезали на четыре части и опустила я вот в кипяток на пару минут проверила теперь вот буду так шумовкой вынимать их мне сегодня муж помогает конечно так вот душу очком сейчас будем снимать шкурку и делать томатный сок даже не знаю или томатный сок или томатную пасту сделать сейчас посмотрим по ходу как я хотела пока томатный сок хочу еще со сливами сделать аджику типа вот видите вот так вот ну так вот их туда опускаю на пару минут минут и две наверно наша вода когда закипает на кипяток конечно когда мы опускаем холодные помидоры температура воды снижается и получается что мы уже не кипяток опускаю и что я еще сегодня сделала мне собаки орут целый день вот я поставила винцо виноградик мне муж помогал снимал мне конечно все равно не сделать вот так и полную банку набираю набиваю на две трети где-то виноградом виноград обязательно промываю вот а то есть не промывать может получиться уксус и у меня на одну банку ведь и не хватило добавила белое это будет красное у меня вино а это будет розовое вино получится ну что ж поделаешь так на каждую банку сейчас я сделала сироп на одну банку трехлитровую идет от 500 до 700 грамм сахарного песка я ложу 500 потому что я очень сладкий не хочу и 300 грамм всего воды я вот сделала сразу на четыре банки это получилось два килограмма сахара здесь у меня и литр 200 сейчас с этого воды сахар растворился на плите я сейчас остужаю до комнатной температуры и залью разделю все это здесь у меня где-то около два с половиной литра и разделю вот по этим баночкам залью одену перчаточки но перчаток у меня пока нету я пока закрою крышками пластмассовыми и одену перчатки и очень удобно чё перчатками видно сразу когда она надуется и значит а там брожение идет воды конечно будет не полностью залито где-то вот так вот то есть она будет половина ягод будет наверху и поставить все эти банки поставить в теплое место где-то плюс 25 и в темное место обязательно в темное если она у вас на свету стоит там где теплая допустим кухня или что куда она где 25 градусов не меньше 25 градусов то накрыть чем-нибудь эти темным чтобы темно было чтобы там не было света в банках и где-то 45 месяцев будет бродить когда ладошки опустят значит брожение закончилось мне очень удобно именно вот с резиновыми перчатками медицинскими это сейчас я засыплю солью немножко постоит это вяленые буду делать вот и сока выделиться и я их посолю по сахарю больше ничего добавлять не буду поставлю сушить у меня уже тут сушится абрикосы абрикосы я купу персики я купила но они какие-то такие очень сухие ваты я их поставил на сушку и поставила сливу наше мнение полностью видите получилось поставила сливу а сюда у меня пойдут помидоры новую в общем я приобрела но вот как я покупала я выставлю видео как-нибудь по времени все зависит вот такая вот она очень хорошая я заснимала как магазине их покупала как-нибудь выставлю видео ну все друзья а что еще и мы сегодня сможем сегодня у меня муж выходной мне помогал за молоком ездили вот кстати молоко у нас видите 6 баллонов сливаю сливки делаю сметану делаю творог сделали огурчики тоже маринованные в один баллон у меня не вошло не хватило огурцов я добавила помидорчики и вот такие же маринованные сделала 4 баночки помидор с чесночком укропчиком просто сюда в огурцы я добавляла лист хрена автоматы я не добавляла вишню я не ложила смородину не ложила потому что мне на кустах они не очень красивые я не стала портить рассол если бы чей были бы чистенькие листики я бы положила так они некрасивые я не стала ложить ну вот на сегодня пока все вот такие заготовки буду еще я сегодня делать это я завтра сниму варенье с дыней и с апельсинами вот у меня апельсины ну и видите баклажаны это у меня пойдут в духовку и заморозку заморозила я шампиньонов мы можем сегодня делать уже складывали шампиньонов заморозили видишь все три пакетика по пол килограмма это для рулетов баклажаны нарезанные и обжарены сейчас же я буду не нарезать делать конвертики сликовые духовке пропекать баклажанчики специальных купила такие вот маленькие видите они размеры ладошки духовке пропеку вот эту жопку срежу сделаю конвертик и в духовку ну все на сегодня вот это пока у меня будет все то есть баклажаны еще у меня остались и варенье из дыни вот это яблоки нам дали мы ходили за молоком когда ездили и вот эта женщина который берем молоко я набрала яблок и я буду делать яблочный сыр как я буду делать это один из нас не модель на видео это обязательно будет потому что очень вкусно это к рождественскому столу литовского национальное блюдо ну конечно вы можете найти в интернете но у меня свои изюминки приготовления так что если вас интересует это очень вкусное лакомство напоминает чем-то она батончики вот эти вот энергетические так что заходите смотрите за анонсами вот завтра я буду делать вот эту вкусняшку ну все друзья пока что заканчиваю надо вытаскивать помидорки заходите ждем вас снова пока пока